Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! Прогноз погоды на телеканале Магия Кухни. О метеоявлениях на ближайшие сутки расскажу вам я, выпускница Казахстанской медиа-академии Жанна Истыбаева. В конце передачи я поделюсь с вами сведениями о полезных свойствах напитка-збитень. Но сначала о погоде на понедельник, 29 октября. Гостей и жителей города Актау, расположенного на берегу Каспийского моря, конец октября порадует солнечной теплой погодой и ясным небом. В нем воздух прогреется до 18-20 градусов, ночью плюс 5-7. Влажность воздуха 46%. В сердце западного Казахстана город Актубе в понедельник ожидает ненастную погоду с осадками в виде дождя. В светлое время суток плюс 13-15. Ночью температура воздуха опустится до 8-10 градусов тепла. В городе Атырау, где расположен самый длинный пешеходный мост в Казахстане, небольшая облачность с мягко согревающим солнцем. Днем температура достигнет 17-19 градусов, ночью плюс 2-4. Первые космические ворота мира и одноименный город Байконур. Насладиться теплой малооблачной погодой. Дневные максимумы на отметке 12-14 градусов. Ночью температура опустится до плюс 4-6. В городе Балхаш в светлое время суток малооблачная погода. Осадки не прогнозируются. Днем плюс 9-11. Ночью от 0 до 2 градусов тепла. Влажность воздуха 56%. В городе Металурга в Жасказгане 29 октября небо окутано облаками без осадков. Столбики термометра в нем достигнут 9-11 градусов, ночью от минус 1 до плюс 1 градуса. Ее магнитное поле без возмущений. В городе Караганде, название которого произошло, согласно древней легенде от кустарника Караганы, синоптики прогнозируют ненастную погоду и превышающую норму юго-западный ветер, который достигнет 12 метров в секунду. В нем воздух прогреется до 7-9 градусов. В темное время суток от 0 до 2 градусов тепла. В административном городе Акмолинской области, Кокшетау, переменная облачность с осадками в виде дождя. В светлое время суток столбики термометров покажут до 8-10 градусов, ночью плюс 1-3. Западный ветер со скоростью 10 метров в секунду. У берегов реки Тобол в городе Костанай в течение дня облачно, ночью прогнозируется дождь. Температура воздуха днем поднимется до 6-8 градусов, ночью плюс 1-3. Атмосферное давление 749 миллиметров в ртутного столба. Первая столица нашей республики в городе Казаларде. Голубое небо и ни единого облака. Столбики термометров покажут 11-13 тепла днем. Ночью температура воздуха опустится до 0, плюс 2. Геомагнитное поле без возмущений. На северо-востоке республики в городе Павлодаре в течение всего дня будет идти дождь. Порывы ветра местами достигнут 16 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 80 градусов. Ночью температура снизится до плюс 4-6. В городе, где построен самый длинный магистральный водопровод в мире, Петропавловске. Небо окутано пасмурными облаками. Прогнозируется дождь со снегом в течение суток. Дневные максимумы на отметке 3-5 градусов тепла днем. Ночью опустится до 0, плюс 1. 29 октября в семье синоптики обещают небольшую облачность и кратковременные осадки в виде дождя. Столбики термометров днем покажут 11-13 градусов тепла. Ночью плюс 3-5. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В центре Семереча в городе Талдыкургане погода так и радует своих жителей. Прогнозируется малооблачное голубое небо и тепло согревающее солнце. Днем температура поднимется до 13-15 градусов. Ночью опустится до 4-6. В городе с богатой многовековой историей Тарази. Небольшая облачность и яркое солнце. Дневные максимумы на отметке плюс 16-18 градусов. Ночью 4-6. Также со знаком плюс. В городе Тимиртау, известном как казахстанская магнитка, пасмурное, серое небо и осадки в виде дождя. Юго-западный ветер со скоростью до 17 метров в секунду. В светлое время суток температура достигнет 7-9 градусов. Ночью плюс 3-5. В одном из древнейших городов Казахстана, Туркестане, потрясающая погода. Ясное небо и приятная температура, которая поднимется до 17-19 градусов днем. Ночью опустится до плюс 8-10. На западе Казахстана, в городе Уральске, осенняя дождливая погода с возможным прояснением. Температура достигнет 5-7 градусов тепла днем. В ночное время минус 4, минус 2. Юго-западный ветер со скоростью 7 метров в секунду. В городе, расположенном берегу реки Иртыш, Ускаменогорске, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Столбики термометров поднимутся до 11-13 градусов днем. Ночью 2-4, также со знаком плюс. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба. В одном из крупнейших городов Казахстана, Шымкенте, неделя начнется пасмурно, но не стоит отчаиваться. Дожди будут кратковременными и ближе к вечеру возможно прояснение. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов. Ночью температура опустится до 7-9 градусов тепла. В крупнейшем угольном месторождении Казахстана, в городе Икибастузе, ненастная дождливая погода. 8-10 тепла днем, 3-5 градусов выше нуля ночью. В самом живописном и культурном городе нашей страны, Алматы, ожидается пасмурная погода и осадки в виде дождя. Температурные максимумы на отметке 12-14 градусов днем, плюс 2-4 ночью. Влажность воздуха 68%. В самой молодой столице мира и главном городе нашей страны, Астане, неделя начнется с переменной облачности. Возможен дождь. Температура днем поднимется до 9-11 градусов. Ночью опустится до плюс 3-5. Скорость ветра не превысит своей нормы. В любую погоду заботитесь о своем здоровье и о здоровье ваших близких. Включайте в свой ежедневный рацион питания только полезные продукты и напитки. Например, сбитень. Это преимущественно осенний и зимний безалкогольный горячий напиток, состоящий из воды, меда, специи и пряностей. Главным ингредиентом напитка являются мед, салфей, зверобой, корица, имбирь, горячий стручковый перец и лавровый лист. За счет своего состава он обладает противовоспаляющими и иммуномодулирующими свойствами. Также сбитень пьют для восстановления организмов после болезней, хирургического вмешательства и травм. Мед, который входит в состав целебного напитка, насыщает его витаминами и минералами. Поэтому сбитень обладает тонизирующим эффектом, прекрасно восстанавливает силы после тяжелых умственных и физических нагрузок. Напиток не рекомендуется употреблять лицам с аллергическими реакциями на продукты пчеловодства, заболеваниям почек и больным сахарным диабетом. Прогноз погоды провела для вас я, Жанна Истыбаева. Будьте здоровы, желаю вам удачи! Казахстанская медиа-академия – это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Марко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» «Метеопрогноз» «Облачная кухня». Редактор субтитров А.Семкин